Привет! ГОВНО! И это рубрика ГОВНО, где мы обсуждаем разные события из кино и не только. Эта рубрика выходит довольно редко, потому что не все события из кино меня как-то впечатляют. И я записываю только тогда, когда меня сильно что-то вдохновит, что-то поразит. Или хочется как-то выговориться на камеру, чтобы это услышали другие. Обычно я записываю про нашумевшие премьеры по типу Вызова, Человека-паука и Матрица 4. А старые версии рубрики были про монету, которую мне не доставили. Про доставку ОК, это еще когда были чековидные времена, где меня назвали 6-вольтовым. А сегодня я хотел поговорить с вами про Оскар, который я смотрел всю ночь. И сейчас я нахожусь под небольшим впечатлением. Пока еще свежие мысли по этому поводу, на ней хотелось бы про это высказать. Я ни разу не высказался про Оскар, так как не было такого супер впечатления. Но так как я несколько лет подряд уже взял привычку каждый год отсматривать все Оскарные фильмы. И потом смотреть саму церемонию и обсуждать это с друзьями. Либо смотреть видео в интернете. Это довольно интересная вещь, но в то же время эта интересная вещь уже зашла слишком далеко. А далеко она зашла в плане того, что творится сейчас на премии Оскар. И что больше всего меня взбесило в этом, почему я записываю этот ролик, так это политическая составляющая на этом Оскаре. Хотя в прошлом году было то же самое, но я думал это типа единичный случай. Но в этом году стало еще хуже. Почему политические ситуации должны портить впечатление от этого нашумевшего события, который ждешь целый год, когда с нетерпением ждешь дня, когда ты посмотришь это шоу. Когда на Оскаре проходили всякие необычные ситуации по поводу какой-то повесточки, она обычно была американской, чисто американской такой, которая не касалась других стран. Это было про геев, потом было про черных, потом там было про азиатов, потом там еще было куча всяких тем. Но тут уже второй год подряд действует эта политическая составляющая, политическая повесточка, которую яростно пропагандирует. Не хотелось бы, конечно, вот это все видеть, омрачать этот фестиваль, который ждешь из года в год, и смотришь фильмы, готовишься, чтобы было интересно. А когда для повесточки специально делают фильмы, которые можно вставить в номинации, потому что бы они еще выигрывали, это уже, мне кажется, чересчур. Конечно, премия Оскара, она будет очень влиять на своей стороны, с этой стороны, с точки зрения пропаганды. Но вот этот момент очень сильно бесит, потому что ты хотел просто посмотреть шоу, грандиозное событие в мире кино. Все, кто любит кино, они понимают, что это хорошее событие, где можно узнать про хорошее кино, где люди готовились, чтобы их заметили, их услышали. Одно дело, это когда незаметно тебе пихают в кино, в самом сюжете кино. А вот на этом фестивале получается вот такая вот ерунда. Я говорю не именно про ту повестку, которую они продвигали, а я говорю про вообще, про все повестки политические. Блин, какой-то пацан орет гимн России, блин, на улице. Удивительное совпадение. Я тут говорю про политическую ситуацию на Оскаре, а тут чувак на улице хорет гимн России. Любая сторона политического конфликта, я считаю, неуместна. На таком мероприятии, как в Оскаре, и на других больших мероприятиях, которые делаются для развлечения людей, ну не только развлечения, но и для какого-то досуга или важного мероприятия в жизни людей. Для меня уже несколько лет подряд это важное мероприятие, потому что это как хобби, это как твои любимые увлечения берут и портят. И вот еще раз говорю, не важно какая сторона в этом всем присутствует, важно, что именно вот это именно есть, то включают именно обязательно. Конечно, немножко завуалировано, я как бы выиграл фильм документальный какой-то, как будто его сделали специально под Оскар, хотя есть такое впечатление. Вот после такого теряется какое-то доверие к тем людям, которые это делают, и к этому шоу. Хотя и в принципе доверия никакого не было, потому что все это сделано специально для шоу, для специального продвижения, это все понятно. Но до последнего не хотелось верить. А вот после вот этих двух лет, уже он себя показал как инструмент воздействия на людей. Хочется всегда верить в лучшее, хочется всегда верить в какую-то несправедливость, что ли. А все, как всегда, оказывается слишком банально и слишком примитивно, что и раскрывает следующий вопрос. Выбор фильмов в номинации «Лучший фильм» и других номинаций. До сих пор непонятно, как люди из Академии кино выбирают те самые фильмы, которые будут в выигрыше. И это каждый год непонятно. Для этого я и отсматриваю фильмы, чтобы какое-то свое мнение, чтобы создать какое-то свое мнение и разобраться. Но тут, как всегда, не все так просто. Сначала я думал, что победят все номинации в «Бедные и несчастные». И поначалу я обрадовался, что так и есть. Но потом, ближе к середине, когда уже начинаются самые крутые номинации, оказалось, что совсем все наоборот. Оказалось то, что Нолан все-таки гений. И забрал большую часть статуэток по главным номинациям. Я до последнего хотел верить, что люди, которые выбирают фильмы на «Оскар», на выигрыш номинации «Лучший фильм» и других главных наград, будут действовать какой-то идейностью. Не думал, что они пойдут по пути супер-мейнстрима, так как Нолан уже давным-давно у руля. И все знают, что Нолан гений. Я вообще на него ничего не ставил. И думал, что он и так крутой режиссер и гений. И его не будут продвигать еще дальше. Будут выдвигать других номинантов, которые намного интереснее представили работы, чем «Опингеймер». Да, это крутой фильм на реальных событиях и с хорошими актерами. Но в то же время, если смотреть с точки зрения искусства, то «Бедные и несчастные» там были на самом пике. И фильм «Маэстро» Брэдли Купера тоже прокатили. Такое ощущение складывается, что людям надо, чтобы победил именно супер-мейнстримный фильм, чем победил бы супер какой-то интересный. Очень обидно было за Брэдли Купера, который не получил Оскар за лучшую мужскую роль. Он мог ее получить, если бы, видимо, какой-то процент избирателей, академиков не превысил бы на Мерфи. Но в то же время не хочется верить, что они специально продвигают мейнстримный фильм. А вот в прошлом году был совсем необычный фильм, который победил в номинации «Лучший фильм», на который я тоже не ставил. Я вообще не думал, что такой комедийный, довольно сюрреалистичный фильм, как все везде и сразу, может победить в номинации «Лучший фильм». Возможно, нужно какое-то разнообразие каждый год. И поэтому они так и делают, что вот сейчас будет мейнстримно. Но, типа, Нолан, у него всегда были крутые фильмы. И он считается, типа, самым таким крутым режиссером. Но то он и гений. Хорошо, что хоть Эмма и Стоун не прокатили с лучшей женской ролью. Вот это было бы вообще супер обидно. Не думал, что этот Оскар будет такой скучный и очевидный в этом году. Не было никаких ни скандалов, ни трик, ни расследований. А была только суперповесточка, блин, и мейнстримный фильм. Вообще, за прошлый год очень даже много хороших фильмов вышло. Например, как «Барби». Тоже супер нашумевший фильм. Хотя он практически... А, он хотел, по-моему, ничего и не взял. Да, «Барби», кстати, вообще ничего и не взял. Я думал, что в фаворитах будет «Барби». Но «Опенгеймер», да, тоже в фаворитах должен быть. Но все главные награды, конечно, и забрал «Опенгеймер». Это, конечно, было в шоке. Возможно, они делают специально, так, чтобы мы думали, вот, сейчас будет крутой фильм, обидно несчастный, выиграет. А выиграл... Ну, он... Блин, это же банально. Не может быть такого. Типа, ну, он же и так... Он же и так крутой. Или же пришел тот момент, когда пришелся давать награду... Награду, наконец-то, отдавать награду Нолану, потому что у него его не было. За режиссуру, за фильм, за актеров. Да, возможно, в этом плане это и лучше, но все равно как-то нелогично. Я считаю, надо было отдать лучшую песню про Кена, потому что она действительно грандиозная, эта песня. Лучшую мужскую роль надо было отдать Брэдли Куперу. Лучший фильм должен был быть «Бедный и несчастный». Лучшая женская роль, ну, она так и была, Оэм и Стоун. Это хорошо. Лучший режиссер, вот, лучший режиссер, в принципе, можно было и тогда, ладно, OpenGamer, так и быть можно было отдать. Но хотя я ставил на «Бедный и несчастный». Блин, у меня это был фаворит на этом Москаре. Я думал, что у них то же самое будет, но, видите ли, OpenGamer стал намного круче. Сравнивая просто фильмы «Опенгеймер» и «Бедный и несчастный», здесь боёпик, который 3 часа рассказывает про ядерную бомбу, создание ядерной бомбы. А тут создание человека из мозга его ребёнка и ещё и показывая все стадии его развития. Причём с офигенными костюмами, с офигенной режиссурой, с офигенной операторской работой. Вот непонятно, почему операторскую работу тоже отдали бедным и несчастным. Меня OpenGamer не так поразило. Он меня больше вызывал скуку и хотелось спать. Здесь, у «Бедных и несчастных», завораживало, завораживало всё. Костюмы, игра, постановка, операторская работа. Это прям суперфильм. Плюс ещё ироничные там шутки были всякие. Тоже какая-то повесточка была. Феминистическая, не феминистическая. Жизненная, нежизненная. Я считал, что это будет прям ступо топ. Но захотели супер-мейнстримный Нолан, который и так доказал, что он и так крутой чувак. Но, во всяком случае, эмоции вызвало. То есть, если бы победил бедный и несчастный, я бы такой «Вау!» то не было бы таких эмоций и не было бы, наверное, этого видео. А так они, видимо, сделали всё, поиграли на эмоциях людей, на чувствах. Все переживали. А если бы кто-то ещё ставил ставки, наверное, денежные, тогда бы вообще люди прогорели. Я думаю, так и ставили. Кто-то по-любасу ставит в Лас-Вегасе. Плюс, конечно, в том, что мы узнаём очень много крутых фильмов, которые иногда вдохновляют или даже исцеляют. Ну, в принципе, всё, что я хотел сказать. Подписывайся, оценивай и смотри хорошие фильмы. Не смотри говно! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!